Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Они строят будущее. Сегодня в Анапе чествовали лучших работников самой мирной профессии. Кто виноват и что делать? Почтовый коллапс и меры его устранения обсудили первый заместитель главы города и начальник Анапского почтампа. По следам матери Марии в Анапе снимается фильм о жизни, известной во всем мире нашей землячки. 61-й день строителя в Анапе отмечают на фоне динамичного роста отрасли. Активно строятся как дома, так и социальные объекты. Идет ремонт дорожной сети. Среди строителей есть маститы и ветераны, которые до сих пор в строю. Также есть династия и семьи. Их поздравили заместитель главы города-курорта Юрий Поляков и председатель городского совета Леонид Кочетов. Александру Васильевичу 78 лет. 60 из них он проработал в строительстве, начиная с рабочих, заканчивая руководящими должностями. Сегодня возглавляет две компании. Одна занимается инженерными изысканиями, другая – проектной документацией. Секрет в том, что я уже 17-й год вышел на пенсию, прошло. Нужно любить свою профессию и не бросать работу. В 1956 году День строителя отпраздновали впервые. Именно в те годы готовилась первая в послевоенное время и небывалая для страны волна массового строительства. В 60-е, 70-е и 80-е годы 20-го столетия закладывались целые микрорайоны и даже целые населенные пункты. Если бы строители не строили дома, что бы мы все делали, когда придет зима? В 2016 году в Анапе ввели около 343 тысяч квадратных метров жилья, почти на 17% больше, чем в 2015 году. Помимо этого построено более 6 километров газопроводов в хуторах Усатого Балка и Вестник, подземный пешеходный переход в станице Анапской, здание амбулатории врача общей практики, в хуторе Рассвет и другие социально значимые объекты. Страна динамично развивается, крайне развивается, и все это благодаря вам, потому что строятся дома, все зависит только от вас. От всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам здоровья, успехов, самых лучших пожеланий. Многое сделано, но много еще предстоит сделать. Здоровья вам, удачи, благополучия. И, конечно, чтобы мечты и желания ваши сбывались. И уверенности в завтрашнем дне. Строительство – это локомотив экономики. Одно рабочее место на стройке означает, что помимо этого будут заняты еще десятки специалистов. Машиностроители, производители материалов, транспортники. Максим и Екатерина Кутины – архитекторы. Познакомились на работе, теперь у них дружная семья. Дождь уже примеряется к кубикам и конструкторам. Есть интересно, если по городу походить, поискать, есть. Но в основном это частный сектор, есть интересные дома. Ну, я же говорю, есть куда стремиться. Ожидается, что в этот и еще ближайшие два года в Анапе сохранится темп ввода жилья по 300 тысяч квадратных метров. Массовое увольнение сотрудников – в этом причина сбоев в работе почтовых отделений и огромного потока жалоб анапчан. Об этом сегодня начальник анапского почтампа доложил исполняющему обязанности главы курорта. Юрий Поляков вызвал Татьяну Геду, чтобы из первых уст услышать, какие меры принимает руководитель важнейшей социальной службы для решения проблемы, какая помощь нужна от городских властей. С жалобами на работу почты анапчане обратились к Юрию Полякову во время его визита в МФЦ. Бесконечные очереди, сбои в доставке корреспонденции, вопиющее состояние некоторых отделений – все это вызывает справедливое возмущение людей. А их в разгар сезона в Анапе – сотни тысяч. Что такое курортный сезон? Это мало того, что у нас в Анапском районе на 35 отделений есть наших около 150 тысяч. Жители у нас есть отдыхающие, которые приезжают. И количество – миллионами. То есть мы должны иметь понимание, что в курортный сезон сбоя вообще не должно быть. Какая проблема у вас там? Это же ваша проблема. Вы ее, пожалуйста, решайте. Почта работает. Вы же зарплату получаете. Значит, вы должны что-то делать. Начальник Анапского почтамта объясняет. Есть объективные сложности. Массовое увольнение сотрудников. Некомплект на четырех отделениях из 35 существующих. Новых людей набирают и обучают. На это нужно время. Но сезон идет сейчас, и проблему нужно решать максимально оперативно, отмечает Юрий Поляков. Я этому уделяю самое пристальное внимание. И первостепенно это моя задача, чтобы укомплектовать штат. Когда, в какие сроки все будет работать? Вот вопрос. В течение месяца мы исправим ситуацию. В течение месяца будет конец сентября. Даю вам такое поручение. Займитесь срочно этими вопросами. Может, где-то у вас есть, где меньше наплыв, где-то больше. Есть же специально обученные люди, которые все это умеют. И займитесь ими. Внешний вид самих почтовых отделений вызывает немало нареканий у посетителей. Татьяна Гедуш уверяет, на Анапу обращено пристальное внимание. В начале следующего года начнется реконструкция трех отделений. Это городские отделения связи, расположенные по адресам Горького, 68, Стахановская, 1 и Лермонтова, 80. Там будет произведена реконструкция, полностью все переоборудовано. Эти отделения у нас городские, они довольно крупные. И очень большое количество населения пользуется услугами этих отделений. Также у нас адресная программа идет по обеспечению доступности маломобильных граждан. И также туда, в эту программу адресную, вошли два отделения. Это Краснодарская, 21, центральное отделение и Гребенская, 3. Освежить городские клумбы, устранить сбои вывоза мусора и усилить борьбу с несанкционированной торговлей. Эти и ряд других поручений сделала заместитель главы Анжелика Бузунова ответственным службам после очередного обхода центральной части курорта. Первые замечания Анжелика Бузунова делает еще у здания городской администрации. Цветочные клумбы в некоторых местах полностью лишены зелени. Руководитель Зеленстроя Олег Салтановский объясняет, на этих клумбах нет системы автополива. Проследовав по улице Горького, комиссия выходит на театральную площадь. Внимание заместителя главы привлекает прокат гироскутеров. Документов на предпринимательскую деятельность нет, как и договоры аренды земли. На помощь незадачливому прокатчику приходит мама. Также вопросы возникли по вывозу ТБО с торговых точек. Предприниматели заключили договора, но мусор не вывозится. Сколько раз вывозили у вас уже? Ни разу, представляете? Это как? А ну-ка, Литвиненко, правдонимый, иди сюда. Вот мусор стоит. Значит, вы заключили с ними договор. Я тут всех ходила, обязывала, чтобы у всех были договора на мусор. Ни разу не забирали. Какого числа заключили? Вот нас решили. А позвонили, заказывали? Если не вывезли, звоните. Если. Так, дата 1 августа. Заключили договор. Вон стоит пакет с мусором. Залейте дворников, пускай не носят. Бич каждого курортного сезона – несанкционированная торговля. Продавцы напитков мороженого и вареной кукурузы буквально оккупировали городские клумбы, начисто вытаптывая цветы и траву. Как правило, у большинства документа на торговлю отсутствует. Борьбу с незаконной предпринимательской деятельностью необходимо усилить. На набережной заместитель главы города делает ряд замечаний. Уборка главной прогулочной зоны курорта проводится нерегулярно. Кое-где необходимо убрать засохшие кусты и посадить новые. А вот далее набережная радует ухоженными клумбами. В общем-то, все, что касается озеленения, я думаю, что можно поставить четверку. Уходные работы ведутся. Вот даже сюда мы подошли, там, где у нас наши клумбы розари, все это ухаживается, косится. Кустарники все пострижены. То есть здесь серьезных замечаний нет. Все, что касается уборки, мы сегодня сделали ряд серьезных замечаний в центральной части. Далее на исполнение три дня, через три дня управление ЖКХ еще раз пройдет со службами и проверит выполнение всех поставленных задач. Подобные рейды будут проводиться и дальше, причем не только в центральной части курорта. Безопасность превыше всего. На детской площадке по улице Чехова заменили части износившегося покрытия. Без площадки детям пришлось обходиться недолго. Специалисты предприятия «Ремстрой» все работы провели за несколько часов. Эта площадка – место притяжения жителей 12 микрорайона. Горки и качели здесь не пустуют, особенно в курортный сезон. Один из главных критериев качества детской площадки – ее безопасность. Мягкое покрытие из резины со временем износилось. Сегодня специалисты предприятия «Ремстрой» заменили травмоопасные участки и полностью выровняли плитку. Качество работы тут же оценили местные жители. Эта площадка идеальна. Вот пришла, смотрю, новые плиточки поставили. Чудесно. И прекрасно то, что ее сделали. Вот даже не помню в каком году, но сделали такую вот, ну, как пластмассовую, то есть удобную, не металлическую. Здесь прохладно, очень хорошо, комфортно. Площадка обустроена. И качели есть, и горки, и покрытие, которое очень мягкое, удобное, чтобы детям не падать. Всего здесь заменили 25 квадратов мягкой плитки. Это очень удобное и практичное покрытие. Его меняют на других площадках по мере необходимости. Теперь анапчанам, работающим, что называется, на себя, не нужно оформлять ИП. На дня вступил в силу закон, который освободил некоторые категории самозанятых граждан от налогов. Список тех, кто теперь может оказывать услуги без регистрации статуса индивидуального предпринимателя, входят репетиторы, переводчики, фотографы, няни, сиделки, люди, оказывающие услуги по ведению домашнего хозяйства. Налоговая амнистия для них продлится до 2018 года. Чтобы получить статус самозанятого гражданина, необходимо просто подать уведомление в налоговую службу по месту жительства. И согласно налогового кодекса, данная категория граждан в 2017 и 2018 году освобождена полностью от любых видов налогов. По заказу телеканала «Культура» в Анапе снимается документальный фильм об анапском периоде жизни матери Марии. Судьба поэтессы и художника Серебряного века, героической женщины, положившей жизнь свою во имя людей, участницы французского сопротивления, не перестает интересовать людей. Фильм выйдет в документальном цикле «Больше, чем любовь», где уже рассказывалось о великих и талантливых, оставивших свой след в истории культуры страны и мира. Съемки фильма продолжатся в немецком городе Равенсбрюк, где окончился земной путь матери Марии, и в Париже на улице Лурмель, где монахиня Мария спасала людей от гибели. Как много может один единственный человек, об этом невольно задумываешься, прикасаясь к судьбе матери Марии. Написанные ею стихи и акварели словно предопределили все ключевые моменты биографии. И когда погружаешься в историю каждого артефакта, понимаешь величие души этой хрупкой женщины. Мать Мария совершенно удивительный человек. И многие вещи, например, для меня открылись только здесь, в Анапе. Потому что интуитивно я чувствовала, что Анапа просто необходимый эпизод для этого фильма. Потому что, чтобы объяснить ее поступки и решения, которые она принимала уже в эмиграции, безусловно, нужно понимать, чем этот человек был напитан. Это безусловная южанка, человек пропитанный солнцем, морем, ветром. И вот все это напитало ее характер. Девочка из анапского поместья на Ханчакраке стала знаменита на весь мир. И именно здесь, в Анапе, она сформировалась как личность. Здесь она формировалась как поэт, как гражданин, как житель этого города, патриот своей страны. И отсюда идет начало. Поэтому одна из частей фильма снимается в знаковых местах Анапы. Мемориальный зал, посвященный ей, – один из эпизодов. Фильм будет называться «Возвращение домой». И, кстати, сказать, наша экспозиция называется «Возвращение на родину». То есть, таким образом уже тоже пересекается, как-то вот мы поддерживаем друг друга в этой позиции. То есть, здесь восход ее жизни. У нее нет, наверное, нигде дома, да, как такового какого-то места, музея, да. И этот мемориальный зал, в котором, да, есть и подлинные вещи, но он на самом деле олицетворяет ее дом. И то, что это находится в Анапском археологическом музее, в этом старинном здании, напротив, замечательный храм наш, да, в котором крестили ее детей. Само место это располагает тому, что, а пусть это будет ее дом. И у этого дома есть радушная хозяйка. Человек, посвятивший всю жизнь сбору материала о матери Марии – Зоя Николаевна Лемякина. Документалисты с трепетом прислушиваются к ее захватывающим историям. Ведь здесь все самое главное. А через несколько дней они уже будут снимать за рубежом. Мы едем в Равенсбрюк, причем руководство этого музея, мемориального музея Равенсбрюк, они с удовольствием нас примут. Так что 22 августа мы отправляемся в Равенсбрюк, где мы будем два дня снимать лагерь. То есть место последнего пребывания матери Марии. Оттуда мы уже перемещаемся в Париж. Мы первыми узнаем, когда на телеканале «Культура» покажут фильм о нашей славной землячке. А пока желаем коллегам удачи. Мы продолжаем цикл репортажей к 80-летию Краснодарского края о людях, которыми гордится Анапа и Кубань. Эдуард Мавян, председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа, человек с непростой судьбой, на которую он не только не держит зла, но и в буквальном смысле генерирует добро. Перед его напором нельзя устоять. Он заражает идеями, превращая окружающих в единомышленников. Эдуард Мавян При том, что пять мужчин из его семьи воевали, трое не вернулись. Он оказался на Урале, в городе Сухой Лог Свердловской области. Гнилую картошку весной, когда пахали вороны, червей, а мы эту гнилую картошку возьмешь, пронесешь, муки нет, ничего, вот так вот слепишь и на печку. И она в Шанге назывались там. Рассказывает, как местные сначала посматривали искоса, потом даже зауважали. Депортированные семьи приспособились выращивать в достаточно суровом климате кабачки и дыни. В 15 лет Эдуард Никитович пошел работать на цементный завод, потом на три года ушел в армию, где его не только никто не попрекал с ссылкой, но даже приняли в комсомол. Я зла ни на кого не держал и по сей день не держу. Вот поверьте, прямо я такой человек. Главный жизненный принцип – делать добро. Только добро. Творить добро он приходит сюда, в кабинет совета ветеранов, который находится в местной администрации. Сюда приходят на прием не только ветераны, но и труженики тыла, просто пенсионеры. Вопросы самые разные – личные, бытовые. Большинство удается решать при поддержке администрации и депутатов. Среди них – Светлана Хижняк. Она считает, что Эдуард Мавян достоин, чтобы о нем написали книгу, обязательной, ответственной, творчески и инициативной. Как наставник, как старший товарищ, который дает хорошие идеи, мы их пытаемся в дальнейшем, в общем, как-то обработать, и в итоге получается хорошее дело. То есть это тот двигатель, который непосредственно где-то начинает свое движение, и за которым потом идет такая большая волна, и в итоге все получается. Одна из таких идей – этот монумент детям войны и труженикам тыла в станичном парке. Высокий камень символизирует крепость и силу народного духа, а плоский – чашу со слезами. Нельзя забывать людей труда. Людей, которые делали много для фронта. Фронт бы не выжил, если бы не эти люди, участники, как говорится, трудового народа. Они голодные, холодные, понимаете, они все для фронта делали. Эдуард Никитович узнал, что такой монумент есть в Денском районе. Снарядили экспедицию из пяти человек. Общественник Овик Маргарян отвез на своей машине, а затем и помог реализовать проект. Самое интересное, что он спокойно скажет ту свою мысль, которая всегда идет прямо в точку. И, естественно, отказать такому человеку невозможно. Это все делается для блага станицы, для общего. И всем от этих последствий, скажем, его мыслей, всем становится хорошо. За большими делами не забываются малые, но не менее важные. Вот открытки для именинников. А скоро сюда придут станичники с самыми разными вопросами. В Анапе масштабно отметят День физкультурника. Завтра, 12 августа, гостей и жителей курорта ожидает множество спортивных мероприятий. Пройдут состязания по различным видам спорта, в которых смогут принять участие все желающие. С 8 до 11 часов на стадионе «Спартак» все желающие смогут выполнить нормативы ГТО. В 10 часов на театральной площади пройдут краевые массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». А в 10.30 на улице Горького начнутся соревнования по дартс и шахматам. В это же время и до 14 часов на площади можно будет попробовать свои силы во функциональном многоборье в рамках фестиваля современных видов спорта «Продвижение». А с 12 часов жители и гости города смогут выполнить нормативы ГТО по плаванию, желающие ждут спортшколе «Виктория». Спортивные мероприятия на главной площади курорта продлятся до 20 часов. В Центральной библиотеке состоялась презентация второй книги местного поэта Владимира Гаврилова, которая была выпущена по просьбе автора Управлением культуры администрации города совместно с Анапской централизованной библиотечной системой. Творческое событие совпало с 89-летием автора. В новый сборник вошли стихотворения 2016 и 2017 годов. И все они о любви, верности и родине. Одна из главных тем творчества – Великая Отечественная война. Владимир Дорофеевич родился и вырос на Кубани. Работал преподавателем в школе «Хутро-Рассвет». После ухода на пенсию он продолжает участвовать в мероприятиях сельской библиотеки, Дома культуры и общеобразовательной школы. Поэт читает односельчанам стихи, рассказывает о своей жизни и творчестве. Как птицы годы пролетели, свадьбой золотой оттери. Для меня супруга не состоится, с юных лет она мне нравится. На презентации присутствовали многочисленные поклонники таланта народного поэта, его коллеги, друзья и близкие. В этот вечер звучали поздравления и теплые слова в адрес именинника. Творческие коллективы преподнесли музыкальные подарки. В завершении встречи Владимир Гаврилов подарил свои книги с автографом всем желающим. Еще несколько экземпляров ждут своих читателей в библиотеках Анапы. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках». Любительская «Тавровская» 209. В «Сосиске Родионовский» экстра 237. Краковская 529. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 12 и 13 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температуру воздуха днем до плюс 31-32 градусов. Ночью прохладнее, 25 выше нуля. Ветер переменный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени, электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Продолжение следует... Продолжение следует...